здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео рассмотрим процесс создания компьютерной мышки в fusion 360 вот такие вот фейсы мы соблюдаем на вот поверхность давайте перейдем собственно уже непосредственно к новому проекту я вставил две картинки вид сбоку и вид вверху на виде сбоку я обрисовал эскизами основные грани данной компьютерной мышки очертания и вот эти ребра которые мы здесь наблюдаем здесь получилось приблизительно вот такой вот объект далее на виде сверху я воссоздал контуры компьютерной мышки да мы видим что здесь немножко все отличается но я думаю это не особо важно пока что в рамках примера точность исполнения я думаю пока что не очень важно так я наверное удалю эти половинки контрольная потому что у меня есть подозрение что где-то они могли стать несимметричными поэтому перейду выйдет скетч очень важно чтобы вот эти точки крайне самого большого эскиза совпадали вот с этими точками на самом деле если плюс-минус будет небольшой разницы я думаю это будет не очень критично но лучше стараться чтобы они совпадали практически полностью так что мы тут наблюдаем так мы удалим этот элемент хорошо здесь какой смысл вот эти сплайны по моим наблюдениям лучше создавать с минимальным количеством контрольных точек таким образом будет проще получить более качественную кривую есть и меньше тем лучше попробуем боится от лишних из них каким-то таким образом сейчас я позиционирую дополнительно и добавлю эти элементы можно будет еще в дальнейшем пробовать редактировать здесь еще это пониже иначе могут быть непонятки с качеством поверхности на так а я выберу три наших эскиза и перенесу это зеркально и шкетч так какой смысл получается что на это самый маленький эскиз так отключу пожалуй уже наши картинки получается что эта линия соответствует этому контуру эта линия сплайм соответствует этому контуру а нижняя соответствует вот этому самому маленькому контуру так далее я предлагаю сдать эскиз неважно на какой поверхности и вызвать инструмент из вкладки project include который называется intersection curve мы вызываем его и я выбираю раз кривую выбираю эту кривую то есть находясь в одном эскизе я повторю все это нажму ok так я получил у ту самую поверхность для компьютерной мышки которые мы будем пытаться воссоздать что еще мне нужно как intersection curve выбираю эту кривую и второй контур направление повторю то же самое еще раз для вот этих вот кривых как работает этот инструмент intersection curve я уже рассказывал видео ранее в целом очень полезный такой инструмент с помощью двух эскизов которые позволяют нам создавать объемные трехмерные эскизы нажмем finish sketch и так вот такие вот и вы мы наблюдаем пожалуй мне немножко не нравится вот привязан в этом месте поэтому я перейду в дискетч и вот эту контрольный ползунок немножко обымать так и нишкетч вроде бы ничего пока не сломалась да очень важно сидеть за последовательностью здесь исполнение потому что при трехмерных эскизов иногда не очень корректно работает история где-то небольшое перемещение здесь потом например если перемещение повлияет на какую-то точку которая была создана по проекции с этой этого элемента то проекция может иногда некорректно срабатывать и вообще все может поломаться поэтому нужно быть немножечко аккуратно если есть возможность создавать отдельными частями лучше сделать это все отдельными элементами далее я создам здесь вот такие вот верхности метрично и нажму ok и так какой смысл здесь на на этой компьютерной мышки вот этот бортик получается где-то один миллиметр при данной данном случае мы можем создать его просто применив экструд вот к этому контуру к этому контур и проэкструдировать его вниз на 1 миллиметр вот это просто такая особенность получилась именно в данном построении на самом деле можно было бы точно также с помощью инструмента intersection curve взять вот эту кривую и опять таки вот это самая большая окружность мы получили вот это второе ребро и с помощью инструмента loft мы могли бы все это соединить и получить точно такой же такую же поверхность и так зачем нам нужны вот эти вот элементы если покажу например мы можем применить почему важно сначала было создать вот этот замкнутая замкнутая поверхность потому что таким образом инструмент патч будет работать чуть более корректно на мой взгляд вот мы можем вальпатч вот здесь поставить рейл и кликнуть по нему принципе мы уже получили поверхность достаточно неплохого качества нажму окей и давайте посмотрим тебе про анализ в целом на самом деле очень даже неплохо если мы еще поиграем вот этим вот эскизом здесь может получиться достаточно неплохой результат отменю действия так отменю данную операцию и перейду к созданию эскиза на вот на этой поверхности далее я выберу здесь по вкладке project инструмент intersect и выберу раз элемент и вот это ребрышка окей далее я хочу выбрать инструмент arc по трем точкам и как раз у меня появились точки привязки то есть три вот эти проекции и скетч я создал одно ребро далее я создаю еще один эскиз выбираю опять intersect и смотрю каких местах пересекается вот с этими элементами потом точно также повторяю инструмент arc можно конечно это делать сплайнами но а мой взгляд таким способом чуть чуть проще контролировать все это итак отключу видимость всего этого и перейду в патч так выберу элементы вот получился плоский патч дальше я выбираю rail мы видим как оно все прилипло к нему выбираю второй rail мы видим видим что тоже все прилипло и выбираем еще не рейл и наша поверхность немножко чуть лучше расправилась нажим ok так посмотрим zebra анализ ну в целом как то вот так вот это у нас получается так контролируем попробуем вот в этом инструменте выбрать edit feature и убрать например лишние рейл мер хочу посмотреть вот как он будет строится без вот этого рейла и посмотрю на его кривизну в этом случае мне конечно нравится все это чуть-чуть намного намного больше конечно поэтому я скорее всего все оставлю вот так конечно можно здесь очень много работать с этой поверхностью но в принципе используя точно такой же подход итак отключу видимость изов то нам необходимо дальше я создам эскиз на виде сбоку выберу опять intersection curve и собственно ака что тут нам еще необходимо создать да выберу вот этот вот элемент нижней и выберу больше больше радиус и дарю то же самое для больше радиус и вот этот вот элемент окей так вот к этому скажем финиш кейдж так мне теперь необходимо будет использовать лофт и на самом деле у меня все трехмерные эскизы имеются но вот как раз вот это та самая ситуация когда я пытаюсь использовать инструмент интерсекция коров но вот эта линия она чуть чуть правее находится чем вот этот эскиз то есть где-то здесь заканчивается то есть но ничего страшного мы просто сдадим эскиз какое-то произвольное так я включу 3d скетч включу линию и так на меня галочка стоит я просто соединю эти два элемента нажму финиш скетч да мы видим что я заполнил вот этот пробел трехмерном эскизе хорошо двигаемся дальше убираю инструмент лофт и так выбираю контур лучше наверное для начала я выберу весь первый контур потом плюсик и буду строить второй контур так так ладно попробуем изменить входные параметры кто-то он здесь ругается так раз и два так ну в принципе ладно пусть будет так конечно можно разрезать этот отрезок пополам и это зашить но я думаю это не очень как бы критично в этом случае от я строю эти элементы а теперь я использую лофт между этими двумя частями и использую рейл вот эту часть и нажму окей в принципе здесь достаточно качественно все это сошьется далее а я использую лофт выбираю раз контур и вот этот фиолетовый второй так смотрим потом выбираю этот и выбираю вот этот так что да тут он не хочет пожалуй буду делать это по одному как раз и из 2 окей 1 и 2 и собственно нас получилось создать вот такой вот элемент так включу все эскизы а здесь я использую пожалуй все это очень инструменты стич сошью здесь снизу я использую инструмент патч это еще раз сошью какие так посмотрим create sketch да это является ровной поверхность и так вот такую заготовку для мышки у нас получилось создать так единственное что наверное нужно применить стич вот для этих двух элементов даже для этих трех элементов потому что потому что рано делаю стич для них сквивирую вот эти три части сделаю патч туда включаю элементы стич получу вот здесь твердое тело да и вот уже можно будет здесь продолжить играться так а для начала все таки посмотрим да можно здесь создать эскиз подключу видимость всех этих элементов так клавиша P проекция offset на 1 миллиметр нажму ok finish catch верну видимость и пусть на 1 миллиметр я все это операции joint проэкструдирую верну видимость всех наших безобразий далее здесь здесь все таки предлагают тоже сделать патч они расшиты сначала это сшить патч закроем и опять сошьем нажму ok и так у нас получилось два вот таких вот тело в принципе это уже такая неплохая заготовка под модельку компьютерной мышки чего не хватает нам необходимо создать эскиз на виде сверху так включу элемент в принципе мы можем попробовать с помощью инструмента shell например здесь задать 1 миллиметр толщины стенки и нажать ok здесь мы можем уже какой-то там желание какие-то подпорки сдавать ну либо путь начинку размещать уже то есть какой-то вот такой вот корпус у нас получилось сделать но конечно лучше делать это без этого перехода потому что потому что имеется такое внутреннее пространство под этим бортиком вот для примера я думаю как раз это будет неплохо так я верну второй эскиз здесь с помощью меташел я например тоже задам 1 миллиметр и нажму ok ок верну с помощью инструмента прямоугольника с помощью вы получили вот такой вот вырез давайте мы эти два места 2 2 2 граники и 2 ребра зададим здесь скругление 0,5 миллиметра верну эскиз верну эскивы редактирования edit sketch так и давайте вязкая где-то здесь я сейчас все это так для начала задам скругление пусть будет 1 миллиметр и все эти элементы эскиза я зеркально отображу во вторую сторону потом также вызову инструмент Extrude и вниз с операцией кат это вырежу нажму ok получился вот такой вот элементик далее филит филит мне не нужен попробую применить шампер так выберу этот контур этот этот и вот эти два посмотрим так 0,3 0,4 можно можно остановиться на 0,4 и так отключу эскиз верну видимость второго тела вот так свет как-то летает в воздухе далее я предлагаю с помощью создания эскиза создать эскиз здесь сделать слайс и здесь разместить как-то сложность так вот так например может быть даже уменьшить так включу видимость эскиза так картинки скетч ну в принципе достаточно похоже можно попробовать это вот так разместить смотрим проэкструдирую это симметрично 3 миллиметра и много 2 2 мало 2,5 так операция как пошла но по моему только по углам ладно поэтому сделаем new body ok отключу наши канвасы и пробуем создать fillet единичку нажму ok ну вот такой вот модельку скажем корпуса для компьютерной мышки у нас получилось создать давайте включим zebra анализ посмотрим на все это здесь такие острые кромки попробуем получится ли применить к этому fillet например единичку ну да здесь ошибка о том что слишком сложная поверхность есть есть способ все это конечно сгладить можно пустить pipe но желательно это все таки делать в патче мы пускаем pipe по этому по этой кривой применяем операцию cut и нажимаем ok мы мы получаем вот такой вот рез и далее мы можем с помощью лофта между вот этими двумя гранями создавать достаточно плавный переход вот и по сути избавляться от этого ребра здесь можно даже менять звезду пусть будет например g1 и нажим ok давайте посмотрим на помощью зебра анализа что здесь получается ну да вот такой вот переходик здесь можно получить но я это действует меню оставлю здесь вот такую вот острую граньку так наверное мы рассмотрели уже все что хотели то что я хотел показать попробуем немножко покидать материальчиков я добавил порошковой окраски сюда белого цвета и получили мы вот такой вот корпус компьютерной мышки и вроде получилось неплохо здесь можно дополнительно создать эскизы вырезы да здесь же еще должен быть фактический элемент вот ну данный урок не ставит перед собой целью полностью создать конструкцию внутренности данной мышки вот поэтому я ограничу только внешними ее формами единственное что наверное можно создать здесь эскиз сделаю окружность ну и как-то вот так вот проэкструдируем в это направление операция кат и применим круговой массив фейсов так 32 ок и например хочу сделать еще вот такое углубление на минус 0,5 миллиметров так создам здесь тоже эскиз так с помощью клавиши пи повторю размеры этой окружности точно так же проэкструдирую на минус 0,5 верну видимость наших тел перейду в рендер вот такой вот объект у нас с вами получилось создать вот и так на этом я данное видео заканчиваю желаю всем творческих успехов подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч